Ну что, ребят, давайте продегустируем наш плов с бараниной. Это, кстати, обед, это уже следующий день. Ага, запах обалденный. Рис рассыпчатый. Я брал его, кстати, в победе. Он пропарен. Много мяса. Короче, вкусно-вкусно. Соль не хватает, но я специально много не солил, потому что в данный момент я живу не один, поэтому я лучше подсолю. Ну, у меня до этого все есть. И капуста квашеная, и свежий помидорчик, и чаечек, и соль. Ладно, ребят, время идет. Надо обедать и обратно на Арбейтен ехать. Все, ребят, спасибо. Не забудьте подписаться, оставить комментарий. Всем привет, с вами Петрович. Ребят, короче, делаю плов с бараниной. Здесь набор для супа и для гуляша. Здесь кумин, зира, любимые приправы еще. Морковку я уже почистил. Сейчас я накрываю крышкой и тушу. Баранину. Когда я это добавлю, лук и морковку. Рис у меня, кстати, вот такой. Пропаренный, длинный. Так, ребят, наше мясо уже почти готово. Открываем крышечку. На запах идеально. Сейчас я добавлю морковку, лук, растительное масло. Тут еще бараний жирок для обжарки. Будем делать такую смесь, чтобы плов был такой, ну скажем так, не белый, а красивый. Сейчас я все это перемешаю. Накрывать крышкой я не буду, потому что нам нужна такая типа зажарки. Я попробовал на вкус мяса и добавил соли. Ребят, насколько это вкусно, вы не можете себе представить. Сейчас буду добавлять рис. Здесь у меня 400 грамм риса. Соответственно, воды будет, как бы, ну, грубо говоря, 2 стакана по 200 грамм. 400, да, получается. Соответственно, 1 к 2. Это будет, блядь, 4 стакан воды. То есть 800 грамм. Отмерил нужное количество воды и выливаю я в плов. И размешиваю. Ставлю на медленный огонь, накрываю крышкой. И все до готовности. Готовность определяется как. Когда уже все это распарится, как только начнет прилипать, тогда уже готово. Ну, естественно, пробуйте рис на вкус. Все, ребят. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok